Следующее, мы говорили, что мы рассматриваем историю как историю отношения между Богом и человеком, да? И в чем проявляются вот такие этапы, ступени истории? В заветах, да? В заветах. Бог заключал с людьми или со всем человечеством, или с определенной группой людей, завет, союз, да? Потом проходило какое-то время, и возникал новый завет. И некоторые говорят, что каждый новый завет отменял предыдущий. Так это или не так? Потому что есть такая концепция христианства, да? Моисеев завет был отменен. И мы еще разберемся, что обрезание относится не к Моисееву завету, а к завету Авраама, правда? И так далее. Значит, что вроде каждый следующий завет он отменял предыдущий. В действительности, каждый следующий завет, он был лучшим. Он был большим заветом благодати по отношению к предыдущей. Но и предыдущий завет, он тоже был заветом благодати. С каждым новым заветом мы имеем уточнение этих отношений человека с Богом. И еще большую благодать по отношению к Богу. Итак, брит. Брит, да? Брит, это завет, означает союз договора. Помните, Соединенные Штаты, да? Брит, Арцот, Габрит, да? И старое название Советский Союз, Брит, Амуацот. То есть, союз договор, завет. И договор, завет, это обоюдное согласие, да, при полном непротивлении старов. Как говорил механик, который продавал стулья Остапа Бендера, да? Все. Помните? Значит, должны в завете сколько сторон быть? Минимум две, да. Минимум две. Значит, минимум две стороны. Составные части завета. Вот это мы можем видеть, например, в Новом Завете. Обещание завета. Евреям, восьмая глава, шестого стиха. Значит, обещание завета. Бог что? Обещает завет, да? Потом, когда завет делается, что? Кровь завета. Евреям, девятая глава, четырнадцатый, восемнадцатый стих. Так? И печать завета. Это Ефесянам первая глава. Она говорит о печати завета. То есть, Бог сначала обещает завет. И инициатива завета от кого происходит? От человека или от Бога? Всегда только от Бога. Правда? Вот. Но затем происходит завет. То есть, договор. И договор это скрепляется кровью. Но кроме крови, еще есть что? Печать завета. То есть, как мы говорим, на бумаге написано. Ну, можно сказать, заветы пишутся кровью. Но еще есть что? Печать. Которая подтверждает этот завет. И в Новом Завете эта печать, как мы запечатлены, запечатаны Духом Святым. Это как пожелание на Рожа Шана. Помните, будьте вы записаны и запечатаны в книгу вечной жизни. Вот на примере пятнадцатой главы «Бытие», сейчас я подробно разбирать эту главу не буду, есть десять этапов заключения завета. Десять этапов заключения завета. Первое. Решение вступить в завет. Решение вступить в завет. Если вы не хотите вступать в завет, никто за вас это не решит. Правда? Значит, Бог предлагает, но человек принимает это решение. Бог многообразно и многократно обращался к разным людям, группам людей. Помните, есть такая притча нашего дарования Торы, что Бог Тору хотел разным людям. Пришел к мавитянам, вот вам Тора, а что в ней написано? Говорит, не при любодействии, нам это не подходит. Говорит, пришел к измаильтянам, а что там написано? Не воруй. Нам это не подходит. И только евреи говорят, давай. Давай. Сколько, говорит? Бесплатно, да? Давай тогда две штуки сразу. То есть, первое, это желание заключить завет. Второе. Обмен дарами между вступающими в завет. Бог дает определенные дары и гарантирует эти дары. Но человек со своей стороны, завет чего-то стоит человеку? Почему? Я еще раз говорю, кровь завета, да. И что Мессия бесплатно нам дал? Мы не проливаем крови, да? Но Ишос же говорит, помните, когда мы говорили о жертвах, что нужно цену определить. Каждый из нас платит цену. Каждый из нас платит цену, да? То есть, есть определенные дары, но и есть определенные ограничения. С другой стороны, скажите, Бог себя ограничивает заветом? Ну, если Бог не ограничивает заветом, нечего нам делать это. Иеремия 31 глава, да? Помните? Иеремия 31, дробь 31. Легко запомните. Там четко сказано, что хотя евреи были непослушны, да, но Бог заключил с домом Израиля, с домом Иуды, да, и непослушание Израиля привело к еще большему завету благодати, оказывается. Но до тех пор, пока существует Земля, пока Солнце всходит и заходит, есть времена года, пока где-то, мы говорим, Вселенная, не знаем, где она заканчивается, и никто еще до середины Земли не погрузился, правда? Значит, Бог сказал, что он будет верен этому завету. Он сказал, что он будет верен дому Израиля и дому Иуды. Скажите, Бог ограничил себя этим? Да, Бог добровольно ограничивает. То есть, смотрите, еще раз, второй момент, это обмен дарами между вступающими заветами. Бог что-то нам дает, да? Мы что-то даем Богу. Обещания доброй совести, жертвы в общительности и так далее, да? Бог себя ограничивает, и мы себя ограничиваем. Не может быть, чтобы одна сторона завета себя ни в чем не ограничивала, правда? То есть, с одной стороны, завет выгодный, с другой стороны, он ограничивает. Завет и свобода – это разные вещи. Что хочу, то и делаю. Или я нахожусь в завете, значит, я уже обязан это что-то делать. Третий момент – обсуждение дружбы. Третий момент – обсуждение дружбы. Вот. Мы когда будем говорить о советах, которые заключали хеты, там вот интересны такие вещи. Говорит царь, я был всегда к вам хорошо относился, но вы народ непокорный. Вы делали то-то, то-то, то-то. Вы заслуживаете уничтожения, но я проявляю к вам что? Милость. Да? И, значит, обсуждение дружбы. Дальше идет заклание жертвы. Без крови еще ни одного завета не было заключено. Правда? Без крови ни одного завета не было заключено. Заклание жертвы. Затем вот мы видим, например, с Авраамом, было еще интересно. Значит, прохождение между рассеченными жертвами и животными. Авраам прошел между рассеченными жертвами и животными, да? И кто прошел? Да, и Господь в виде огня. И помните, там были крупные животные, да? Был мелкий рогатый скот и птицы. И когда, помните, мы толковали Тору, говорили о птице, что птицы делают? Отрывают голову, не сморачивая, отрывают голову. Вот, надрезают и отрывают голову. И, значит, твоя голова, она уже не твоя. И ломают крылья, да? Птица – символ полета, свободы. Значит, крылья твои сломлены. Поэтому говорят, сломлены христиане, да? Не гордый христианин, а сломлены. Сломлены верующие. Моя воля, она подчинена полностью воле. Рассеченная. То есть, можно ли рассеченное животное сложить, и чтобы оно ожило и побежало? Да, если чашка разобьется, еще как-то можно склеить. Но если ты уже рассек животное, ты уже его восстановить никак не можешь. Ну, даже если ты выпустил кровь у животного и быстренько влил ему другую, это еще можно как-то сделать, да? Ну, теоретически хотя бы. Но если ты это животное уже рассек, можешь ты его собрать? Не можешь. То есть, завет, помните, как вот тот бокал, который на свадьбе разбивается, если он уже разбился, все. Это уже навсегда. И другого такого не будет, правда? Хорошо. Дальше мы видели, что обрезание плоти и клятва завета. Шестое. Значит, пятое – это завет между рассеченными жертвами и животными. Шестое. Первое – решение вступить в завет. Второе – обмен дарами и ограничения. Третье – обсуждение дружбы. Четвертое – заклание жертвы. Пятое – пламя прошло между рассеченными животными, да? Прохождение между рассеченными животными. Шестое – обрезание плоти и клятва завета. Авраам что сделал? Обрезал плоть, да? Обрезал свою плоть. Это сделано было по велению Бога. Это не было сделано с какими-то гигиеническими соображениями, хотя это тоже неплохо, да? Но это было определенным знаком завета. Седьмое – смешение крови для установления кровного братства. Смешение крови для установления кровного братства. Помните, Авраам заменил кровь сына своего Исаака на кого? На кровь животного. По Божьей воле, да? Итак, животное, оно было тем залогом завета, да? То, что было, должно умереть, чтобы мы могли жить. Да? Вот. Но, с другой стороны, когда совершался завет, Авраам пролил свою кровь. Между прочим, когда некоторые говорят, что Исаак на жатой, некий был немножко, капля крови у него вышла. Но Авраам, когда делал обрезание себе Исааку, и Измаилу, кстати, тоже об этом многие забывают, он что сделал? Он пролил кровь. Да? То есть, он тоже пролил кровь. Раньше, когда заключали завет, обычно разрезали все свены на руке, да? И вот так брали одна рука, другая рука, и кровь этих людей что? Смешивалась, да? Кровью завета, с одной стороны, был Агнец, и кровью Нового завета Агнец Божий, Ишуа Мессия. Но с другой стороны, вторая сторона тоже проливала кровь, правда? И эта кровь свешивалась. Значит, седьмое, смешение крови для установления кровного братства. Восьмое, значит, знак завета на теле. Знак завета на теле. Языческих народов, раньше, вот, когда делали эти разрезания вен, да, и поднимали руки, и видно было, что у этого человека много побратимов, да? И это было знаком завета для других. Когда я поднимал руки, не тронь меня. У меня есть много людей, которые за меня отомстят. Это было знаком завета. Обрезание является знаком завета? Да. Но Новый завет еще говорит об обрезании сердца, да? Для евреев это не заменяет завет Авраама, правда? Вот, но это дополняет. И для всех, и для евреев, и для неевреев обязательно. Но мы об этом тоже будем говорить. Значит, восьмое, обрезание как знак завета. Девятое, смена имен. Смена имен. Как было имя Авраама? Авраам. Бог изменил его имя? Да. Добавил свое имя. Когда мы рождаемся свыше, и Бог говорит в обетовании своем, что для каждого из нас в Царстве Небесном приготовлено особое имя, да? И никто другой не знает этого имени. Потому что знать по имени, когда Бог говорит, я знаю тебя по имени, в те времена, в древности, у каждого сокровенное имя, которое знали только побратимы, лучшие друзья и близкие родственники. Но враги ни в коем случае не должны были знать это имя. Правда? Вот. И Бог говорит, я знаю тебя по имени. Для каждого из нас есть особое имя. Вот. И последнее – это принятие пищи завета. Принятие пищи завета – это как хлебоприломление. Правда? Принятие пищи завета. Сколько мы видим заветов? Ну, разные количество называются. Можно назвать семь заветов таких, которые относятся к общим народам и к Израилю. Первый завет – это завет с Адамом. Семь. Записать. Первый завет с Адамом. Второй – с Нуем. Третий – с Авраамом. Четвертый – с Моисеем и народом Израиля через Моисея. Пятый – это обновление, можно сказать, завета Моисея. Это Егошуа. Да? Потому что вы помните, когда Егошуа Бен-Нун входил в Израиль, оказалось, что евреи были какие? Обрезанные или не обрезанные? И им пришлось обрезаться, то есть обновлять завет. Значит, первый – Адам. Ной – второй. Авраам – третий. Четвертый – Моисея и Израиль. Пятый – Егоша и Израиль. Затем был заключен завет не со всеми евреями, но только с одной семьей. Домом Давида, да? Завет с домом Давида. И какой еще? Новый завет. Новый завет. С кем был заключен Новый завет? Это христианское мнение, да? Новый завет с домом Израиля и домом Иуды, а все человечество вошло в этот завет, как сказано, из милости, да? Из милости, чтобы язычники славили Бога. Мы разбирали этот момент, да? И Ешуа, он говорил, послан к дому Израиля и к дому Иуды. Поэтому Новый завет – это тоже завет с Израилем. Но это настолько большой завет благодати, что он распространился и на неевреев, и на неевреев. Потому что христиане говорят, что Бог покончил Новый завет, и Бог покончил с Израилем. И детство Израиля заняло церковь. Есть такое мнение у некоторых? Есть, да. Мы будем говорить уже об этой теории позже. Там тоже, кстати, участвовали, совершенно верно. Там вошли в этот завет. Вот эти 100 тысяч человек, да? Было 600 тысяч евреев, и всего 700 тысяч, и 100 тысяч неевреев. Совершенно верно. Хорошо. Итак, завет с Адамом. Вот история такая интересная, завета с Адамом. Бог дал Адаму сколько заповедей? Заповеди – это законы завета, да? Заповеди – это законы завета. Три. Владитесь и размножайтесь, да? Второе – владычествуйте. Наполоните Землю – это есть следствие. Владычествуйте. Это не в том смысле, что будьте, что хотите, то и делайте, а будьте хорошими хозяевами. Да? И не ешьте. И не ешьте, да? Вот. И все было хорошо. Потом явился голый Арум и хитрый змей, да? И человек тоже стал Арум. Помните, мы говорили об этом? Итак, человек приобрел качество от змея. Да. И тогда Бог сделал удивительно. Он сделал завет. Уже завет с кровью, да? Что служило кровью этого завета? Животные. Да, помните? Да. Кто это сделал? Бог. Бог. Бог, сказано, сам лично взял и сшил эти одежды. Так, по крайней мере, написано в Торе. Не Адам по повелению Бога сшил эти одежды, а Бог сам, да, убил этих животных и сшил, и одел людей в эти одежды, да? И тогда уже были даны определенные обещания на вперед, да? Что семя жены будет поражать дьявола. И там были и вещи, которые связаны с наказанием за невыполнение первого завета, но и была большая благодать. Хорошо. И появилась первая жертва – карбан. Карбан – это жертва, это то, что приближает нас к Богу, да? Леги коров приближаться, да? Хорошо. И вы знаете, что был, оказывается, в этом завете тоже один пророк? Кто же был пророком завета Адама? Кто такие пророки? Люди, которые проразглашают волю Всевышнего. Они не просто предсказывают будущее, как некоторые, но они дают понимание Божьих законов. Адель. Мы завтра будем говорить о жертве Авеля. Особо интересная жертва, когда мы будем разбирать жертвы. Но Авель назван, Иешуа назвал его первым пророком. От крови пророка, да? Вы убивали всех пророков. От крови пророка Авеля до крови пророка Захария, пролитой возле жертвенника. То есть, что получается? Авель назван первым пророком. В чем же было пророчество Авеля? Да. Он принес жертву, да? Какую он жертву принес? Ну, хорошо. А как на иврите эта жертва называлась? Я это говорю для тех, которые слушают. Завтра мы будем разбираться. Минха. В Творе эта жертва названа Минха. Минха от слова Менуха, да? Нох. Помните, мы сегодня корень разбирали. Это жертва благоволения Бога. Но, оказывается, на Минха можно приносить хлебную жертву. Авель принес жертву крови. Хотя он мог принести хлебную жертву, да? И кто так сделал хлебную жертву, принес? Каин. А почему же жертва Каина не понравилась Богу? И, возможно, они оба получили откровение от Бога, что нужно было принести жертву крови. Второе мнение, да? Что сердце Каина было не такое, как сердце Авеля, да? И поэтому Каин впоследствии из-за своей зависти согрешил. Второй завет. Это завет с Ноем. Завет с Ноем. Помните, когда все человечество погибло, а сколько человек? Немного. Восемь человек. Из всего человечества осталось восемь человек. Вот. Восемь – это, кстати, число означает, что... Начало, новое начало, да. Хорошо. Итак, восемь – это новое начало. И началась новая история человечества. И Бог дал заповеди. Там не все заповеди прямо указаны в Торе, но равенны, говорят, о семи законах Ноя. Это нам важно. Семь законам Ноя. Первое. Это запрет идолопоклонства. Запрет идолопоклонства. Второе. Запрет на богохульство. Третье. Запрет на что? Различные запрещенные сексуальные связи, кровосвещение, неестественные половые отношения. То есть запрет, сексуальные запреты, да? На блуд, на кровосвещение, на неестественные половые отношения. Четвертое. Запрет на убийство, на кровопролитие. Запрет на кровопролитие, на убийство. Запрет, пятое, на воровство. То есть присвоение чужой собственности. Шестое. Шестое. Запрет на принятие мяса с кровью. А также сырого мяса и крови. Он там четко не указан. Там не ешьте от живого, да? Потому что душа живого в крови. И либо, говорят, не есть животное, не убив его. Ну, например, каких животных едят некоторые люди, не кошерных, не убив их. Устрица, да? Устрица. Говорят, живая устрица, она там живая, пищит. А люди ее едят. Ну, я не знаю, не ел. Не пробовал. Вот. То есть или не есть с кровью. И седьмая – это заповедь о том, чтобы сделать суды, которые будут, значит, все эти вопросы судить. Или можно седьмую заповедь сформулировать как заповедь об уважении к властям. Да? Седьмая заповедь – сделать суды, которые будут судить по Божьим законам. Или заповедь об уважении к властям. И заветное. Он относится к какой-то определенной группе людей или ко всему человечеству? Ко всему человечеству. Ко всему человечеству. Заветное относится ко всему человечеству. Поэтому говорят, что те неевреи, которые соблюдают все заповеди Ноя, они имеют такую же благодать и такое же спасение, как евреи, соблюдающие 613 заповедей. Да? Слышали такое мнение? Вот. Хорошо. Христиане, находящиеся в Новом Завете, должны выполнять все эти заповеди. Да. И где это сказано? Деяние. В 15 главе, да? Там все это повторяется, там пропущено единственное богохульство. Ну, понятно, что богохульство и христиане – это даже не подразумевалось. Вот. Но там не убивать, не есть кровью, не блудить. Да? Вот. И еще мы говорим, что о уважении к хвостям тоже Новый Завет говорит. Если Старый Завет отменяется Новым Заветом, правильно? Видите? Новый Завет, он уточняет. Он совершенствует. Он больше Заветовладателей. Но Заветное для каждого из нас остается. Вот. Поэтому кровяную колбасу лучше не ешьте. Правда? Хотя многие там разного объясняют. Если вы с кровь с лечебной целью, это уже другой вопрос. Но там сказано – не ешьте. Правда? Потому что некоторые уже настолько делают свидетели Иеговы, что они вообще даже не хотят кровь переливать. Да? Но это здесь говорится о приеме пищи. Здесь не говорится о чем-то. Хорошо. Кровь была пролита. Пролита была кровь. Да. И что интересно, позднее от этой жертвы ели Ной. Да? Можно было есть мясное. И уже Ной ел. Адам не ел от той жертвы. Авель, хотя он держал овец, он кушал овечицы? Нет. Нет. Он только шкуры использовал. Представьте, его все ободрали, шкуру забрали и выкинули. Да, бедные овечки. И так, и так хорошо. Да? Он использовал молоко, да? И использовал шкуры. А под Ной уже мог кушать всякое. Съешь все, что движется, сказано было. Таракану поймал, тоже кушает. Завет Ноя, да? Хорошо. Следующий завет Авраама. За Аврааму особый был завет. Там было обетование семени, потому что что, когда произведет из себя великий народ и сделает из его семьи источник облагословения для других народов. За раха, потомство или семя. Обетование особого благословения. Ты будешь служить, да? И ты будешь благословение для всех народов. Значит, или ты благословляй. Или ты благословляй. Хорошо. Обетование священства. Обетование священства. Это были обетования, которые получил Авраам, да? Обетование семени, обетование благословения, обетование священства. Авраам был священником. Он был священником. Он не был левитом, но он был священником для своей семьи, да? Исаак был священником для своей семьи. И Иаков был священником, да? Он был, что? Да. Все мы, да, дети Авраама, да? Цари и священники произойдут из тебя. Хорошо. Следующее. Обетование Торы. Обетование Торы. Обетование Торы, да. Про Авраама удивительная вещь сказана, что Авраам выполнял все заповеди Торы, да? Все заповеди и постановления Божьи. Но какую Тору имел Авраам? Устную Тору. Помните, мы ее с вами разбирали, какая, сейчас не будем подробно говорить. Устная Тора. То есть Авраам получил Тору определенно. Но она не такая была, как Тора Моисея. Вот видите, верблюдом кушал, например, да? Но это была устная Тора. И Авраам соблюдал эту Тору. Каким образом получил Авраам эту Тору? Через откровение Божье. Каким образом получил Ной свою Тору? Через откровение Божье. Каким образом получил Моисей? Через откровение Божье. Они не сидели, они не размышляли, как современные равенны. Вот давайте выведем такую галаху на основании такого-то закона. Вот, понимаете, нельзя зажигать свет, значит, электричество тоже свет, значит, электричество нельзя использовать. Или там по субботу нельзя ездить на автомобиле. Бог давал такие законы? Нет, Бог таких законов не давал. Даже в том, чтобы кипу носить, это хорошая традиция, но это только традиция. Бог таких законов не давал. И можете отметить, чем отличались законы и Тора, которые получали Ной, Авраам, Моисей. Если у Моисея было какое-то сомнение по поводу Торы, что он делал? Шел в шатер откровения и получал Тору из шатра откровения. А что делают равенны? Сидят и думают, и когда совещание равенна, большинство решит, да? Большинство равенна решит, вот так галаха. И, знаете, это произошло уже после смерти Ишуа, примерно через сто лет. Когда Рабий Елизер, этот был интересный Рабий, его подозревали в тайном христианстве, и он пытался создать галаху по какому-то вопросу. Но все ребята сошлись и сказали, нет, говорит, мы не согласны с Рабией Елизером. Тогда Рабий Елизер, помните, вам рассказывает эту притчу? Говорит, если бы я галаха правильно, то пусть это дерево, да, это дерево пересел на другое место. Дерево перешло, корнями пересел на другое место. Потом он ручей скасал, да, пусть потечет в другую сторону. Ну, пусть эта синагога тогда развалится. Стены начали наклоняться, но там другие начали равенны кричать, и стены так не выпрямились, не наклонились. Потом уже даже с неба Батколь, то есть голос Божий, сказал, Рабий Елизер всегда прав. Они говорят, не на небе, Тора, а на земле. Вот как мы решим, наше решение, оно важнее, чем то решение, которое дает Бог по откровению. То есть еще раз мы должны заметить, что в каждом завете было конкретно откровение Бога. Ну, Ешо сам был живым откровением. Согласны? Или когда возникали какие-то вопросы уже даже после смерти Ешо, что они? Молились, пустились, да? Молились, пустились, и как? И угодно было нам и Духу Святому. То есть конкретно Божие откровение. Это для нас тоже очень важно. Хорошо, следующий после завета, значит, Авраум был завет Моисея. Когда был завет Моисея заключен? Да, на горе Синай. А где находится гора Синай? Правильно. Потому что не на Синайском полуострове, а Тора, Новый Завет, в частности, да? Говорит точно, что в Аравии. Оказывается, гора Синай, посланник евреям, говорит, что в Аравии. И так оно и есть, как мы увидим. Хорошо. Хорошо. И тогда Бог сколько дал заповедей? Десять. Десять. Видите, а откуда взялися 613 заповедей? И кто их посчитал? Да, Раби Машебен Маймун, Маймунит, помните? Он создал свод всех заповедей, посчитал их, оказалось 613. Некоторые до сих пор спорят, больше их или меньше. Но было дано 10 заповедей. И скажите, хоть одна из этих заповедей была отменена Новым Заветом? Нет. Видите, каждая заповедь была дополнена. И 613 заповедей, как мы говорим, это что? Это комментарий этих вот десяти заповедей. То есть, главное, вот эти 10 заповедей. И эти 10 заповедей, они только для евреев. Нет. Они для евреев и для неевреев, да? Которые хотят присоединиться к евреям. И все 10, включая заповедь о субботе. А почему же связывает обрезание Новый Завет с Заветом Моисея? В 10 заповедях что-то сказано об обрезании? Нет. В 10 заповедях ничего не сказано об обрезании. Для этого мы можем находиться в Завете Моисея, я не кровой лечу. Да? Выполняет 10 заповедей. Но что у нас должно быть обрезано? Сердце наше обрезано. Если евреи не обрезаны, то что он перестает быть евреем? Но важно иметь обрезание? Конечно, важно. Для чего? Для Завета Авраама. Потому что все евреи находятся в Завете Авраама. А еще кто в Завете Авраама находится? А Бен Ладен находится в Завете Авраама? Да? Да, мы вот об этом тоже будем говорить. Я хочу немножко ломать ваши стереотипы. Правда? Потому что вам говорили одно, а я вам буду говорить совершенно другое по этому. И поэтому Завет Ешуа – это Новый Завет, это прекрасный Завет. Но он не отменил ни одной точки, как говорится, черты Иота, Старого Завета. Он – Больший Завет Благодати. Больший Завет Милости. Большое и лучшее священство. Хорошо. И Завет Давида, мы говорили, это был Завет, заключен только с одной единственной семьей Завида. Да? Бог выполнил этот Завет, да? Не прекратится царствующий, да? До тех пор, пока, да, не придет Спаситель. Вы знаете, что интересно? Что некоторые династии, которые существовали еще много лет, они говорили, что они потомки Давида. О каких династиях можно говорить? Цари Эфиопии. Только в 1965 году, в 1965 году, наших, естественно, да, произошла революция в Эфиопии, и был свергнут последний эфиопский царь из потомков Соломона и царицы Савской. А кто был потомком Давида из великих русских писателей? Ну, Александр Сергеевич Пушкин. Помните, Петр Первый велел Шафирову, который был евреем, вот, привезти арабчонка, причем из хорошего, из знатного рода. И он привелся в Эфиопию из знатного рода. Стало быть, он откуда был? Из рода Давида. Из рода Давида. Потомки Пушкина и до сих пор живут, правда? Удивительные вещи. А другое царство – это Грузия. Мы будем говорить о потомках Давида, которые были знаменитые. Там был такой Баграт. Баграт и его потомки Багратиони, Баграмяни, Багратуни и так далее. То есть, все, которые Баграты и соответствующие фамилии, они тоже потомки Давида. Последний из принцев – это в 1700, я не помню в каком году, Грузия частично решилась независимостью, но в 1801 году она точно была присоединена к Российской империи. И последний из царей, он не царствовал, это был знаменитый Багратион, князь Петр Багратион, да? Кстати, как этой царице Тамары отчество было? Ну, известная царица Тамара Грузинская. Тамара Давидовна, правильно. Тамара Давидовна, потому что ее отец был Давид-строитель. Вот, хорошо. Отлично. И законы Божьи мы, как называем в таком, в религиозном смысле, заповеди, да? Заповеди. Но мы должны знать, что заповедь – это что? Приказ. Это закон Божий. И заповеди где-нибудь Бог отменяет? Нет. Заповеди Бог дает и не отменяет. Мы можем рассматривать эти заповеди в различных аспектах, но они не отменяются. Они сохраняются. Хорошо. Следующее. Мы говорили о аспектах истории, мы говорили о заветах. Следующее. Бог – судья. Бог – судья. Вот мы можем представить себе историю человечества как историю Божьих судов. Правда? Это история Божьих судов. И даже, вы знаете, дьявол, он оказывается палкой в руке Бога. Вот так сказано о царе астерийском, переносом подразумевая о дьяволе. Видите, Божьи суды. Само понятие – это фила, молитва. Это означает не молить, просить Бога за себя, да, молиться, как в русском языке, а означает судить, оценивать себя. Человек должен судить, оценивать себя, чтобы не попасть под суд Божий. И евреи попадали под суд Божий, и другие народы попадали под суд Божий. Ну, вот примеры таких Божьих судов. Вот смотрите, потоп. Всеверный потоп. Он охватил все человечество. Он был Божьим судом над всем человечеством. Были оправданы Ной и его семья. Они были, потому что они такие самые хорошие. Нет, они тоже были, грешили, да? Но мы видим, Ной пьяница был, да? Хам, мы знаем, тоже был не очень хорошим человеком. Но они что? Они что? Любили Бога. Они были послушными Богу, да? Они доверились Богу. Они построили ковчег, и поэтому были спасены. То есть, видите, милость и справедливость – это противоположности. Справедливость – это закон. Милость – она справедлива? Милость – несправедлива. Если мы оказываем милость убийце, это несправедливо. Но это милость. Милость превозносится над судом. Да? Хорошо. А как же сделать, чтобы несправедливость, чтобы грешник несправедливо был оправдан? Значит, праведник должен быть несправедливо осужден, да? То есть, Бог как бы делает две несправедливости. Одну несправедливость по отношению к грешнику, другую несправедливость по отношению к праведнику. Но это милость. Это милость, да? Хорошо. Еще суд был, например, над Израилем, да? Несколько раз над Израилем был суд. Над Северным Израилем, над Южным царством Иудеи был суд. Был суд, который закончился общим галутом. Были различные суды над Израилем. Но все равно Бог, что, сохранил Израиль и оказал милость свою, да? Божьи суды над народами мира. Есть и будут еще Божьи суды, да? Будут, от этого соберутся все люди в одной долине. И как эта долина будет называться? А-Гар-Мегида, да? А-Гара-Мегида, да? И там будет, возле Мегида, в долине Гададримон, да? Находиться все народы. Они придут на суд Божий. И одни народы будут оправданы. Другие народы будут осуждены. Где будет украинский народ, если не покаяться? Мы уже есть результаты этих судов. Украина богатейшая страна. С замечательной землей. Великолепным климатом. Хорошими ресурсами. Все есть на Украине. А порядка нет. Да? Жили бедно. И живем бедно. И будем жить бедно. Почему? Потому что много крови пролито. Земля находится под проклятием. И это суд будущего. И это суд настоящий. Единственная возможность избежать от осуда, что? Осудить себя. То есть совершить покаяние. Шу! Если мы осуждаем себя, да? То тогда Бог помилует нас. Если мы превозносим себя, мы что? Попадаем под Божий суд. Ну и естественно, Божьи суды над каждым человеком будет. Само собой. Видите? И почему страдает Израиль? Израиль страдает. Почему? Потому что он бывает непослушным Богу. Да? И дьявол – это палка в руке Бога. Дьявол – это палка в руке Бога. Это есть орудие наказания для Израиля. Хорошо. Мы сейчас не будем подробно рассматривать исторические эпохи до Авраама. Ну, немножечко поговорим. Я хочу немножко поговорить о родословной человечестве. Когда Адам и Ева согрешили, они были изгнаны из Ган-Эдена. Что это такое? Место, некоторые говорят, что это место затоплено сейчас Персидским заливом. Есть много толкований. Другие даже говорят, что Ган-Эден находился там, где сейчас Черное море находится. Если вам интересно, я вот эти, вам потом о потопах разные дам. Но, по крайней мере, сейчас Ган-Эдена нет. И возможно, что реки, которые втекали в Ган-Эден, это были Днепр, Дунай, с востока что Дон и Кура. Там, помните, четыре реки, которые втекали в рай. Так что вполне возможно, что когда они произведут раскопки в Черном море и найдут там Ган-Эден. Райский сад. Но пока мы не знаем точно. И они были изгнаны из райского сада. И Ева, когда родила Каина, сказала, Кан-Ити-Эйш-Эд-Хашем. Кан-Ити-Иш-Эд-Хашем. Кана означает приобретаю. Значит, Каин, он был приобретением. Она сказала, приобрела я человека от Господа. Авиль-Хевиль означает бесплотный пар, поднимающийся изо рта. Но, вот Кагалет именно это слово использовал, экклезиаст, когда сказал Гевель-Хевелим. Суета-Сует, да? Отсюда же происходит оваль. Слово. Ноль, да. Но, оваль, но. Поэтому банк оваль, это пар. Деньги положишь, во что они превратятся. Ну, люди, не зная это, начинают там говорить. Или, салон красоты Элеонора. Страх Божий. Зашла девушка, вышла Страх Божий. Так люди называют. Вот. После того у них еще один сын родился, да? Вот. И как он был? Нет. То есть имя? Имя, да. Шет, Шет. Шет. Фундамент. Фундамент. И потомки Каина остались, и потомки кого? Шета, да? И поэтому есть родословная Каина, и есть родословная Ноя. Еще слово Канай означает могучий. Канай отсюда, да. Канай. Поэтому говорят, что Каин создал собственную культуру и построил город. И город построил в имени своего сына Ханах или Енах. И означает воспитание и культура. Потому что Хенух – это воспитание, образование и культура. Сын Ханаха, видите, Каин, могучий. Вот это качество отрицательное человеческое, да? Вот. Он создал город, сильный свой, создал воспитание и культуру. Сын Ханаха Ират, буквально дикий осел. То есть, тот, кто бунтует против родителей и против Бога. Дальше еще лучше пошло. Чем дальше и лес, тем страшнее. Правда? Хорошо. Еще две минуты. Следующий был Меху Яэль. Или Мехи Яэль. Буквально стирающий Бога. Ничего себе, хорошее. То есть, сначала человек, который своей силой похваляется. Потом культура, наука. Потом уже начинает стирать Божье имя, да? Да, осел, бунтарь. Потом уже стирающий имя. Следующий был Мету Шээль. Умерли все вопросы. Уже у матросов нет вопросов, у васоветов нет ответа. Уже никто не вопрошает Бога. Имя Бога стерли, да? И началось безбожье. Вот можно сказать, что они первые были атеисты. А дальше, интересно, Ламех. О Ламехе поговорим после перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok